Приветствую вас. Смотрите, какую позицию вы занимаете на данный момент в этой всей ситуации. Вы занимаете вас всей этой ситуацией позицией жертвы, позицией жертвы. То есть вы абсолютно ни за что не отвечаете, находясь в этих отношениях с мужем. Вы не отвечаете за себя, вы не отвечаете за ребенка, вы не отвечаете за то, как с вами обращается мужчина. Вы позволяете ему делать все, что он хочет. Вы сами не подаете ему развод. Что было бы логично, если, например, для вас неприемлемо то, как мужчина себя повел. То есть по факту вы не предпринимаете ничего для того, чтобы ситуация разрешилась и при этом задаете вопрос о том, почему он за вас держится. Тут надо вопрос задавать немножечко другой. Почему вы за него держитесь? И что вы хотите для себя во всей этой истории получить? Ну, можете посмотреть в интернете, например, треугольник Карпмана. Вот, там есть определение нашей жертвы. Вот. И, соответственно, вы сможете увидеть в этом себя. Понимаете? То есть тут вот нужно и корректировать именно эту модель поведения у вас. Далее, значит, то, что муж ушел из семьи, да, ушел в любовнице, свидетельствует о наличии между вами определенных проблем. То есть между вами есть определенные проблемы, которые вам нужно решать, в том числе и вам, но вы не решаете их по ряду причин. Опять же. Понимаете? И это то, что нужно вам для себя понять, почему нет с вашей стороны никакого решения проблемы. Какая ваша позиция, например? Ну, допустим, по данному вопросу. Да? Вот. То есть, что она представляет от тебя? Как вы считаете, правильно муж поступил, например, или нет? Как вы считаете, его поведение, оно закономерно или нет? Как вы считаете, он вообще вот обидел вас, например? Или нет? Или нет? Ну, тем, что сделал. Допустим. Вот. Начните с этого. Вы говорите, что вы там сами виноваты в том, что произошло. Может быть. Может быть вы и сами виноваты. Понимаете? Может быть. Я не знаю. Мы не знаем. Но. Вне зависимости от того, виноваты вы или нет. Вести себя, как будто вы виноваты, не стоит. Вот. Лучше сделать выводы и изменить свое поведение. Скорректировать его. Так, чтобы оно отвечало тому, чего вы хотите. Для себя. Ну. Значит. Ушел к любовнице знакомый 9 лет, из которых два брака. Тут непонятно, он знаком с любовницей или он знаком с вами. Вы пишите, я у него первая любовь, он у меня тоже, но при этом всегда имел какие-то связи в браке. Было не все гладко, во многом сама виновата. То есть, знаете, вот здесь все очень сумбурно. То-то у него первая любовь и он у вас первая любовь, да? И то-то вы 9 лет знакомый и только 2 года в браке. Ну, это говорит о том, что отношения у вас складывались в не лучшем образом. Вы почему-то, а почему-то терпели то, что у него эти связи какие-то есть. То есть, вы ничего с этим не делали, вы это вроде бы принимали, да? Наверное, вы рассчитывали на то, что это прекратится. Наверное. Само по себе. Возможно, с браком, возможно, с ребенком, но прекратится. А это не прекратилось. Ну, тут опять же ваша позиция нужна. Вы говорите во многом сама виновата в чем, какие выводы, в чем ответственность, чья ответственность, как часто вы вообще себя обвиняете, в чем-то, да-да, ну, неважно в чем, в чем угодно, как часто, если вы себя обвиняете. Вот. Какие выводы вы делаете, что вы делаете из этого, из того, что обвиняете в себя. Вот. Нужно это понять. Важно это понять. Да, конечно. Важно? Конечно, важно. Дальше, вы пишете, пока с ребенком сидел, он утешался год у любовницы. Где связь между тем, что вы сидели с его ребенком и тем, что он год утешался? Утешался от чего? Как бы, обычно утешают кого? Детей. Да? Значит, вы позиционируете своего мужа как ребенка, а вы тогда родители, получается? Ну, в отношениях с ним. И насколько это здоровые отношения в таком случае тогда? Насколько это адекватные отношения в таком случае? Ну, в таком случае, если он утешается, он ребенок, а вы родители. Может быть, в этом все дело, что он вас любил, возможно, еще любит. Но вы не смогли выработать адекватной реакции на его не самое такое слабое, не самое сильное, точнее, поведение. И стали воспринимать его как, ну, как, как ребенка. И, собственно, у него желание к вам еще больше ушло, потому что с мамами, в общем-то, не спят, да? Увлечение иметь к женщине, которая является родителем. Это не вариант, ну, если мужчина, скажем так, традиционный, да, традиционный, как бы, роли, позиции. Вот. То есть, от чего утешался-то? А почему вы воспринимаете его позицию, как будто он утешался именно? Вот что меня интересует в первую очередь. Важный момент, вот это. Да, важный. Безусловно, очень важный момент. Потому что от этого момента зависит ваша дальнейшая позиция по факту. Вот. Понимаете? В чем... В чем... Сказал, что ему теперь есть кого любить, и она не просто девочка для развлечения, она старше его. Не просто девочка для развлечения, а кто? Какую роль играет то, что она старше его, если это играет роль действительно. Вот. Соответственно... Опять же, вы говорите, что он сказал, а вы... То есть, какая разница, что сказал он? Важно, что вы сказали. Важно, что вы здесь думаете. Мы не работаем с ним, мы работаем с вами. Вы обратились к нам. Соответственно, позиция, в первую очередь, интересна ваша. Не его. А вы говорите только о нем. Знаете, какая история? Вот. Определите сразу с кем, как вы относитесь к нам, что он с любовницей. Вот. Готовы ли вы простить его? С какой ценой? Вы готовы его простить? Если готовы, простить действительно. Вот. Знаете, какая история? Какая тонкость? Это нужно... Исследовать. Понятно, да? О чем идет речь? Понятно, что я говорю. Вот. Вот на это, в первую очередь, обратите свое внимание. Не на то, что он говорит. Дальше. Ведет себя холодно, но когда приезжает, непонятно к кому, потому-то ребенка мало интересуется, может обнять поцеловать, предсказывать в момент теплоты, на развод не подает. Но, опять же, это все он. С его позиции-то. Он ведет себя так, как будто знает, что вы никуда не денетесь. Что вы все равно будете его ждать, что вы вообще как бы... Ну, что вы вот... Все. Вы его. Ну, это позиция излишней самоуверенности. Это позиция такой излишней, значит, эгоцентричности, когда человек, по сути, считает, что вот он, да он только он и все. И вы без него никуда. Вот. Вопрос в другом, на самом деле. Почему он так думает? Вот что интересно. То есть, почему он так считает? Почему он считает, что вы никуда не денетесь от него? Может быть потому, что вы свою позицию не высказываете как раз? То есть, вы не говорите ему о том, что беспокоит вас. Вы не говорите ему о том, чего хотите вы. Вот. Этого... Этого нет. Этой позиции у вас нет. Понимаете? Может быть все в этом дело? Если так, то именно с этого вот и нужно начинать опять же. Вот. Вот. Пока он ведет себя так, что вот любовница, да, она у него есть, он с ней как бы получает то, что хочет. Вот. То, что, ну, то, что ему нужно. Ну, вот. А, но при этом он не хочет уходить от вас, ну, потому что, возможно, он сомневается в любовнице, что естественно, ведь с вами он знаком 9 лет, это не шутки. Вот. Он не хочет вас терять, не хочет, как бы сказать, не хочет сжигать мосты. Вот. И поэтому с любовницей он ведет себя вот именно, именно, именно так. И, опять же, это ваша ответственность, что он ведет себя так. Не его. Ваша. Понимаете? Потому что он, в принципе, он вправе, ну, действовать так, как ему хочется. В принципе. Он вправе действовать так, как вообще ему интересно. Но вы, вы, только вы можете себя защитить в этой истории. Только вы можете обезопасить себя в этом моменте. Дальше. А, так. Говорить не время, на работе не хочет лишних вопросов. Сказал, что думал лучше меня. Доказал, что нашла достойная, которая его поддержала, когда я об него ноги вытирал и не ценил. Ну, это классическая детская позиция обесценивания. То есть, он вас идеализировал, будучи ребенком, когда у вас начались отношения. Возможно. Возможно. Да. Я не знаю, как там на самом деле было. Ну, вот. Но. Он, соответственно, значит, идеализировал вас. Потом что-то произошло. Он перестал, он перестал идеализировать вас. Вот. Он перестал идеализировать вас. А перестав идеализировать, начал обесценивать. Потому что это детское восприятие было. Вот. Идеализировать перестал. Когда? Когда вы сделали что-то, что для него, ну, было неприемлемым. да, например, вот эта вот его фраза, да, что, типа, ноги от него вытирала и так далее. Ну и, соответственно, обесценивая вас, ему сейчас дойдет тот другой. То есть, посмотрите, эта борьба с вами идет до сих пор. То есть, вот, любовница, она, как бы, используется для доказывания вам. Вот. На самом деле, просто, для доказывания вам используется любовница. Она не самобычный персонаж в этой истории. Потому что она была бы самобычным, если бы, если бы, он бы с вами развелся и, соответственно, там, ну, был бы свободен. Вот. А так, так, она не самобычный персонаж. Не может быть самобычным персонажем. Только если между супругом нет любви. У кого-то из них. Вот. Но даже в этом случае, чтобы максимально объективно воспринимать человека, нужно все-таки расстаться, развестись там и так далее. Вот. У него обида на вас. И он до обиды пытается компенсировать за счет любовницы. Вот. Это да. Это так. Это правда. Вот. Видите, вы говорите, утешался. То есть, не имел отношений адекватных, а именно утешался. Вот. И это, на самом деле, показатель. Вот. Он хочет вас именно, знаете, он не хочет разводиться. Он хочет именно показать вам, показать, что кроме вас есть еще кто-то, чтобы вы почувствовали себя не единственной. Вот. То есть, это, по сути, опять же, детское такое поведение. Вот. Это именно детская позиция, позиция человека, который, как бы, ну, пытается вывести за счет вас. Ну, не обязательно за счет вас прямо, да. Вот. Такая история. И это не есть хорошо. Опять же. Потому что мужчина – ребенок. Либо он всегда был ребенком, либо вы воспринимали его как ребенка, и он стал ребенком, потому что вы для него родители. Вот. Я не знаю, как обстоят дела. Вот. Ну, исходя вот из того, что вы написали, да, я не знаю, как обстоят дела, к сожалению. Вот. Я могу только здесь предполагать. Вот. Но я однозначно думаю, однозначно думаю, что у мужчины к вам, как бы, чувства-то сохранились. То есть, вопрос в том, какие именно. Понимаете? То есть, что это за чувства у него к вам? Любовь ли? Привязанность ли? Что-то… Что-то… Что-то родственное. Вы пишите, зачем он тогда меня держит, хоть и такими мелочами для него? Нет, Алена. Алена, это снова детская… Ээээ… Снова жертвенная позиция. Знаете? Вас никто не держит. Это вы держите за него. Он вас не держит. Да? Определитесь за своей позицией. Где вы в этой всей истории? Где ваше желание? Где ваши границы? Где ваши действия? Где, в конце концов, ваша вина? Если она действительно есть, где ваша вина? То есть, например, вот он говорит, да, что вы его не ценили и вытирали от него ноги. Хорошо. Если это так, извините, то вы можете сделать, чтобы как-то, ну, свою позицию подкорректировать. Опять же, на что вы рассчитывали, рожая ребёнка, зная, что у него там всегда были, ну, связи какие-то, да, там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, смотрите, ваша позиция здесь нуждается в проработке. И ваши желания, и ваши страхи, ваши чувства, ваши эмоции, ваши сценарии, может быть, даже поведение. Ваша женская модель взаимодействия, ваша женская модель поведения с мужчиной, вот. Знаете, какая история? Это всё важно. Это всё очень важно. Без этого не... Эээ... Нельзя. Эээ... Без этого не получится. Эээ... Никак. Ничего. Сделать. Понимаете? Поэтому... Вы подумайте сами... Сами... Для себя... Вот. Как бы... Как вот всё это получается. Понимаете? То есть, это выглядит так. Эээ... Значит... Мужчина... Эээ... Изменяет вам. Да? Эээ... Ведёт себя по-детски. Обвиняет вас. В чём-то. Да? И... Вы говорите, что он держит вас. Как бы... Тут вопрос. А... Вы тогда... Какую позицию во всём этом занимаете? Если... Вот... Такой человек вас держит. Если такой мужчина вас держит. Может быть, вы... И... Хотели... Изначально... Эээ... Такого отношения к себе. Может быть, вы вели себя... Эээ... Так вот... Эээ... Что... Такое отношение... Отношение... Стало возможным... К вам. Ох... И если вы... Чего вы хотите... В этой ситуации всей вообще? Что вам нужно... Эээ... В этой всей истории? Вот на этот вопрос ответить. Для себя опять. Вот. Ну всё. А иначе это... Так и будет... Эээ... Длиться... Бесконечно. Ну вот. Потому что... Я же раз повторяю. Мужчина всё устраивает. Эээ... Ему всё нравится. У него... Всё есть у мужчины. Да. Ему не нужно ничего менять. Ему не нужно ничего делать. У него... Эээ... Есть вы. Куда он может вернуться. У нас ребёнок. В принципе. Да? Вот. А у него есть любовница. Эээ... С которой он занимается сексом там и так далее. Да? С которой он... Ну... Мужчина. Мужчина. Вот. В этой ситуации всей. Вам нужно думать о себе. Не о других. Только о себе. Понимаете? Вот. И... Соответственно. Эээ... Исходя из этого. Исходя из такой позиции. Эээ... Я и предлагаю вам... Эээ... Посмотреть. Так что нужно-то? Ч... Чего хочется-то? Понимаете? Чего хочется-то? Понимаете? Чего хочется-то? Вот. Спасак. Вот. вот и всё. Это то, что вы можете в данном конкретном случае для себя сделать. Вот и всё. Вот и всё. И больше здесь ничего не поделаешь, больше здесь ничего не сделать. Никак. Понимаете? Вот. То есть, я понимаю, что я понимаю, что вы тут хотите. Но, возможно, вы тоже его идеализировали, идеализируете. Возможно, вы тоже как-то вот его, к нему привязаны. Всё это можно и нужно корректировать. Пришло время. Ибо вам сейчас нужно думать о себе и о ребёнке. Вот. А ребёнок, вот ребёнок, именно ребёнок, он, ну, страдает из-за того, что вы несчастны. Вот. Всё это скалывается на нём. Вот и всё. Ну что. Поэтому я думаю, что больше обращайте внимание именно на себя. И всё будет у вас. Тогда нормально. Если не можете, если боитесь, если есть переживания, негатив, там и так далее, и так далее, и так далее, всё с этим всем я вам помогу. Или любой мой другой, либо любой, или любой мой коллега. Вот. Обращайтесь к каждому, по-моему. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации.